На базе Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии прошло торжественное открытие нового спортивного комплекса, возведенного в соответствии со всеми международными требованиями и стандартами качества. Спорткомплекс предназначен для проведения как всеукраинских, так и международных соревнований. Но в первую очередь это мощная спортивная база для тренировок и занятий студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права национального университета Одесской юридической академии. Спортивный объект был построен с применением таких же технологий, по которым создавали стадион Олимпийский в Киеве. Сегодня в Киевском институте обучается свыше 2000 студентов со всех регионов нашей страны. Вместе с президентом учебного учреждения Сергеем Киваловым на торжественном открытии комплекса побывали почетные гости, среди которых народные депутаты и представители Министерства образования. О новом стадиоте наш следующий репортаж. В Киеве открыли современный спортивный комплекс. Новый спортивный объект был построен для студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия. Однако открыт он будет и для студентов других вузов, а также всех киевлян. Стадион, соответствующий высоким стандартам качества, сможет принимать международные всеукраинские соревнования. Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов вспоминает, как три года назад на празднике Дня знаний пообещал студентам достойную спортивную инфраструктуру. И слова руководителя не разошлись делом. Три года назад в День знания мы заложили капсулу под строительство спортивного стадиона. И вы знаете, многие скептики тогда говорили, ну хорошо закладывать капсулу. Выполнится ли это обещание, которое было дано нами в присутствии заместителя министра образования и науки Украины. И я вам хочу сказать, все три года мы работали над этим хорошим проектом. Нет, блестящим проектом. Потому что спорт это жизнь, это движение. А в университете, а Институт интеллектуальной собственности и права, это структурное подразделение Национального университета Одесской юридической академии, ну не было такой спортивной площадки. И мы вот взяли на себя обязательства. Вложили огромные денежные средства, привлекли бизнесменов, которые сделали все для того, чтобы эта грандиозная стройка была завершена. Открытие универсального спортивного комплекса посетили народные депутаты Украины и руководство Министерства образования нашей страны. Почетные гости торжества высоко оценили инфраструктуру института и подчеркнули, руководство юракадемии в очередной раз продемонстрировало профессиональное отношение к делу, а именно высокие стандарты качества при совершенствовании материальной технической базы. Очень рад присутствовать на этом событии. Мы занимались этим проектом, Сергей Васильевич, наверное, год, да? Около, больше года даже. И за это время все немножко стали строителями, потому что это было непросто. Я вам скажу, как это ни странно будет звучать от представителя власти, но построить что-то в этой стране – это уже подвиг. Когда Сергей Васильевич рассказал, что он хочет построить для университета и всех близлежащих жителей самый большой стадион в Киеве с таким покрытием, чтобы вы знали, это акриловое покрытие, такое единственное сейчас в Киеве, такого размера, которое универсально, тут можно и баскетболом заниматься, и теннисом, и футболом. Причем круглый год и, в принципе, с учетом освещения круглые сутки. То я отнесся слегка скептически. Но я до этого не знал Сергея Васильевича. А когда Сергею Васильевичу я приехал в Одессу и посмотрел, что он уже настроил, в принципе, оптимизма сразу же прибавилась. Посетивший открытие министра образования Сергей Шкарлет забил первый символический гол на новом стадионе. «Сегодня для нас всіх, для Киева, для взагалі великого агломерату, яким є Національний университет Одесскої юридичної академии, це велика подія, чергова, велика подія, социальная подія, подія, яка дає поштук для розвитку студентства, молоді, не тільки Національного университета, Киевського института інтеллектуальної власності Національного университета Одесскої юридичної академии, а ще й всього району, які, мешканців цього району, які зможуть абсолютно спокійно займатися на цьому стадионе. Це є внесок освітян, внесок президента академії Сергея Васильевича Кивалова разом з усім колективом розвиток цієї громади великого. Я думаю, що це дуже велика і серйозна подія». Київський інститут інтеллектуальної собственності і права був відкрит в 2016 році і буквально за кілька років він став однім із найпрогресивних учебних заведеньів країни. В інституті вчити більше двох тисяч студентів з усіх уголок нашої країни. В цьому учебному році вуз набрали рекордне кількість студентів – около тисячі. І це не збері на тяжелий год, економічні трудної і пандемію. Тут не тільки дають європейське образування, але й заботяться о досуге і биті кожного студента, о можливості розвиватися, тренуватися, вести здоровий образ життя. Все, що робиться в нашому униститеті, все робиться тільки для наших студентів. І от за останніх, мені здається, декілька років ми реалізували дуже багато проєктів. Там Карпатський парк, чудову їдальню, чудове кафе в гуртожитку, спорзали в гуртожитку. А сьогодні глобальний, мені здається, проєкт – це наш стадіон. Цього нам не вистачало, не вистачало нашим студентам. Вони про це завжди говорили. І президент їм пообіцяв, серйоз і шкинувало про те, що в найкороткий термін ми його побудуємо. І сьогодні це святковий день. Це наш реальний вклад в розвиток інфраструктури міста Києва. Одеська правова школа дарить місту Києву вот такий спортивний комплекс. І я горжусь, що ми змогли завершити це будинство. І я горжусь, що в це найтяжелі, економічно тяжелі час ми завершили це будинство. Я слышу иногда политики, государственні деятели, обіцяють, а потім через полгода забувають. Ну, ми доводимо все до конца. Национальний университет Одеська юрокадемія подтверджає статус одного із самых спортивних вузів страни. Учебне заведення підписало меморандуми о сотрудничестве со многими спортивними федерациями, які представляють в нашій страні популярні і массові види спорта. Ця работа дає результаты. Вузі учатся студенти, які завоєвують награды чемпіонатів Європи і Мира. Тепер молодіжі зможуть і дальше тренуватися в комфортних условіях в своїй «Альма-Матер». Следуючий етап – підготовка к здаче второй очереди спортивного комплексу. Здесь розмістяться трибуны на 2500 місць, тренажерні і спортивні зали в потрибунних поміщеннях. Новий спортивний комплекс, несомненно, стане любимим містом занятий і віддіха студентів Київського інститута, інтелектуальної собственності і право національного университету «Одецка юридическая академія», а також буде подарком всім київлянам, які любят спорт.